Улановцев проводили в большой путь. В Карганде в школе Жас-Улан имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова состоялся выпуск около 200 воспитанников. Большая часть уланов приняли решение поступать в высшие военные учебные заведения. Как все было, увидел наш корреспондент. Ура! 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 В республиканской школе Жас-Улан имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова на плацу состоялась торжественная церемония вручения аттестатов об общем среднем образовании 179 выпускникам. На мероприятии при участии заместителя командующего войсками регионального командования Астана присутствовали ветераны вооруженных сил, воины-интернационалисты, родственники-преподаватели, военнослужащие, гарнизоны и почетные гости. Все было по-военному строго и в то же время торжественно. Я сейчас помню, с каким волнением, с какой гордостью мы поступали в эту школу. Теперь вот два года пролетело, наши дети стоят на пороге большой жизни. На этом ваш очередной этап жизни закончился, наступает взрослая жизнь. Многие воспитанники карагандинского Жасулана – продолжатели военных династий, а кто-то и сам станет зачинателем династии. После окончания школы они намерены продолжить военную карьеру. 150 уланов выпуска приняли решение поступать в военные высшие учебные заведения. Для меня лично это день останется в истории. В будущем я хочу поступить в город Алматы, Ауоку, в сухопутные войска. Хочу стать рядой офицеров и служить в Республике Казахстан. У меня была военная аташка. Я хочу пойти по его стопам, дальше продолжить его путь. И также хочу, чтобы мои родители гордились моим. Торжественный выпуск украсил вальс в исполнении уланов и студента колледжа искусств имени Татимбета. Школа «Жасулан» является учебным заведением, реализующим программу среднего общего образования и оснащена всем необходимым для качественной организации обучения и воспитания военным дисциплинам, занятиям спорта. В этом году карагандинскому «Жасулану» исполняется 40 лет. За годы существования из школы выпустились более 5000 воспитанников. Среди них заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Сакин Жусупов и главнокомандующий сухопутными войсками генерал-майор Асан Жусупов, а также ветераны боевых действий в Нагорном Карабахе и ликвидаторы последствий на Чернобыльской АЭС. В завершение выпускники прошли торжественным маршем и бросили в небо монеты, чтобы символизировать блестящую будущую карьеру. Ирина Вобещевич, Николай Шевелев, 5 канал.